Андрей Владимирович, тем не менее, интерес к Южному Кавказу очень висок в данный период. Это хорошо и непросто. Вернее, мы готовимся к длительному миру или наоборот, к новой агрессии? Ну, смотрите, мы всегда, конечно, рассчитываем на то, что надо готовиться к миру. Рассчитываем на то, что будет сохраняться мир. Насколько он будет сохраняться, никто из нас сказать не может. Я сегодня не вижу реальных предпосылок того, что на Южном Кавказе вспыхнет опять какой-то военный конфликт. Ну, просто не вижу. С моей точки зрения, таких предпосылок там нет. Потому что страсти вокруг делимитации, с моей точки зрения, улягутся. Сейчас работают эмоции. В основном, они эмоции работают, конечно, в Армении. Я имею в виду выступления против делимитации. Эти эмоции в какой-то момент, с моей точки зрения, немного утихнут. Ну, потому что с точки зрения длинного горизонта Армении, конечно, выгоднее эти границы делимитировать и идти дальше, перешагнув эту неприятную страницу. Ну, конечно, эмоции национальные, они всегда видны, они всегда есть. Они будут и плескиваться опять. Но, тем не менее, все равно жизнь идет своим чередом. И, учитывая то, что для избежания дальнейшего конфликта, судя по всему, самый быстрый и реальный способ – это возврат Сталина до 1991 года. Ну, наверное, в этом направлении надо, на самом деле, идти. Сегодня ни внутри Южного Кавказа, ни по его периметру снаружи нет заинтересованных групп, которые хотели бы, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, которые хотели бы по-серьезному опять войти в конфликт. Андрей Владимирович, надо будет учитывать конкуренцию основных игроков на Южном Кавказе. Ну, конкуренция… Давайте так, что мы имеем в виду? Значит, основные игроки на Южном Кавказе, с моей точки зрения, это Армения, Грузия и Азербайджан. Конкуренция между ними? Ну, ладно, конкуренция… Влеча о внешних игроках. А внешне – это другой совсем вопрос. Внешние игроки имеют свой интерес. Интерес, интерес, как правило, в большинстве случаев не связан, на самом деле, с тем, чтобы сделать красиво странам, которые находятся на этой территории. А на самом деле это преследование того, что можно сказать, так, немножко попроще, шкурные интересы политического характера. Поэтому… Но среди внешних игроков есть стразы. Россия, давайте так, Россия – это внешний игрок или нет? Конечно. Ну, с одной стороны, наверное, внешний. Да. Но с другой стороны, исторически Россия на Южном Кавказе. Ясно. В общем-то, это ближайший сосед. Как там поговорка-то, которые говорят, что хороший сосед лучше дальнего родственника? Дального родственника, да. Да, значит, ну, не знаю, по-разному можно относиться, насколько Россия хороший сосед или не совсем хороший сосед. Но история, которая, в общем-то, всегда показывает, что происходило и дает нам такой намек, да, на то, что возможно будет происходить. История показывает, что с точки зрения самых важных вопросов – это экономика, это демография и так далее. Россия была соседом всегда неплохим. И она таким осталась… Мы учитываем внешнюю конъюнктуру ситуации, да. Внешне, ну, что я могу сказать? Конечно, американцы, с ним всегда приятно иметь дело, потому что у них хороший финансовый ресурс. Французы приятно иметь дело, потому что… Ага, сейчас о них тоже поговорим. Послушаем, Ваштана, хотя бы, пожалуйста. Вы знаете, когда мы говорим о Южном Кавказе, то здесь никогда не было устойчивого мира, кроме советского времени. В принципе, те 70 лет советского времени, которые мы прожили в одной стране, да, это был относительный мир, хотя своими всплесками разного рода агрессии с той и с другой стороны были такие вспышки. Но все-таки это не была война, какая вот сейчас произошла. Но мы сейчас должны еще и учитывать, что кроме всего этого, что Вы сказали, в игру включены еще и ближние соседи, то есть Турция и Иран, которые, в принципе, тогда не имели никакого доступа. Да, Турция была страной НАТО, это была единственная страна НАТО, которая имела границу с Советским Союзом. Что же касается Ирана, то Иран, да, был в своей капсуле после вот 79-го года революции, исламской революции Ирана, но сейчас это довольно весомый игрок, и его интересы тоже как-то должны учитываться, когда идут процессы, и окончательные процессы на Южном Кавказе. Что касается Америки, то Америка имеет самое большое, в принципе, посольство в Армении. Это одно огромное посольство, которое просто так, американцы ничего просто так не делают. То есть они понимают, что вот оперативная координация вот из Армении, процессов, которые протекают здесь, самое главное. Почему это самое главное? Потому что, в принципе, у них после всего остального, по всей видимости, останется одна главная программа. Это большой Туран, в котором мы понимаем, что это не турецкая программа, это не азербайджанская программа, это программа консолидированного Запада. Это программа, которая в состоянии решить уйму вопросов, которые Запад не в состоянии решить без этого. То есть это проблема Ирана, это проблема Средней Азии, это проблема Пакистана и Индии, в конечном итоге это проблема Китая через Казахстан, но вместе со всем этим фактически Запад стремится к тому, чтобы действительно поджечь все то, что существует исламское в мире. То есть противопоставить в конечном итоге суннитский ислам и шиитский ислам. То есть, в принципе, окончательно решить вопрос Ирана. И после того, как в 1991 году Америка, после того, как Танислава поражение Ираку, созвала в Мадриде мадридскую конференцию, эта конференция была звонком для Ирана о том, что его не позвали на эту конференцию, это единственная страна, которая оказалась изгоем, и Иран понял, что он находится в прорези прицела, как говорится. И все то, что он делал до сих пор, это и распространение разного рода сил и возможностей по всему региону. И мы сейчас видим, что, сталкиваясь со всем этим, что создал Иран, у Запада есть весьма и весьма значительные проблемы. Исходя из этого, вот такая констатация фактов, на мой взгляд, нас ведет к тому, что идиллии не будет у нас на Ближнем Востоке. И не надо считать, да, Армения – это ворота на север. То есть, если Армения будет пройдена, в принципе, и Северный Кавказ, и все остальное, Средняя Азия и так далее, о чем мы говорили, все это может и закипеть, может и взорваться. Редактор субтитров А.Семкин